вот смотрите стадион уже опять закрыт на цепь барановирус снова да похоже еще и на цепочку как можно тут будет опять чувачил ходить у нее есть ключ он хоть там бегает выходит отсюда по сторонам смотрят обычно вот так налево-направо что никто не видит и это потом идет домой то есть кому-то можно а вам нельзя ладно пойдем тогда к школе пятерочки на поле администратор просто борзеет я звонил на прямую линию пятерочки и мне там человек который отвечает за звонки некий давид везет недавно давидов вот сказал что действительно маски носят рекомендательный характер и продавать вам еду без намордника отказать не имеет права здравствуйте вас приветствует горячая линия сети магазинов пятерочка обращаем ваше внимание что для улучшения качества обслуживания разговоры могут быть записаны по вопросам качества обслуживания в магазинах пятерочка нажмите 1 я хотел бы узнать основание на не продают продукты без этих медицинских масок то есть насколько известно мне это рекомендательный характер и сегодня произошел вот такой конфликт бумагу на основании которой ну чем они регламентируют это мне не показали уточните пожалуйста адрес магазина мы делаем все возможное чтобы снести риск распространения инфекции следуем предписанием и рекомендациям контролирующих органов для нас здоровье и безопасность гостей в приоритете именно поэтому мы настоятельно рекомендуем всем покупателям надевать маску и перчатки спасибо за ваше понимание данные меры носят действительно рекомендательный характер ну то есть заставить меня никто не может я вас правильно понял и отказать в продаже продуктов мне тоже не могут верно у нас в беспределе чисто администратора магазинов я написал в роспотребнадзор запрос вот жду второй день пока тишина конкретно что я задал из этих вопросов что на каком основании магазин отказываются продавать продукт питания людям без масок носит ли до сих пор маска рекомендательный характер какими документами они руководствуются так как пятерочки никто не предоставил документ да давайте откровенно кого это волнует да что тут все друг друга знают если брать чисто по-человечески администратор своебоном именно своебоном мысли вас сегодняшнего дня без масок продукты не продаю вот таким тоном да при куче свидетелей и получается следующее когда я уже подхожу и спрашиваю у вас есть документ относительно которого вы это все делаете мне сказали есть я говорю покажите и они такие стоят кто что спрашивает документ только они так это молчат какой документ такой как вот во всех видео и что это за клоуна да бля ждем теперь от Роспотребнадзора разъяснений и то если они пришлют когда меня просят в магазине опуститься до уровня терпила войти в их положение чтобы надеть намордник чтобы расплатиться почему вы не хотите подняться до другого уровня изучайте закон ну сколько блин можно неужели вам не противно что вас унижают в каждом магазине тетка которой я даю гарантию даже первые две страницы конституции в жизни не прочитал я когда зашел на этот на сайт консультант плюс там же написано что в конституции статья такая-то с поправками ё-моё одобренными народом вы же сука сами одобрили эти поправки они там гарантируют вам одобренные народом и вами что все вот это происходящее незаконно и вы все равно терпите когда вы истерпел превратитесь в людей вот непонятно даже смешно ребята я не знаю ну вот реально мне ребенок сказал что сзади мне не написано надпись да береги себе человека когда вы начнете беречь в себе человек скоро вам скажут как в книге комитет 300 что раз в неделю надо будет подкладывать свою жену под человек негритянской национальности или арабской и вы что тоже будете это делать подумайте над этим что вы не вы смотрите и в принципе это я сейчас буду говорить оператором врачу я тебе всегда говорю вот он шел сейчас он шел он меня не видит почему потом удивляетесь что люди пропадают он вот когда вот здесь вплотную ко мне стал подходить он только тогда поднял глаза на меня а если бы я ему это и все вот представьте вот так люди то и пропадают вы же блять все вот так ходить подумайте над этим вот вот вот